В Лос-Анджелесе продуктовые — это не место продажи морковки и молока. Это идеальный, безгамошный Диснейленд. И король среди них — это анаврин. Приходишь за салатом и остаешься ради красивой жизни, которая станет твоей, если выложишь бабки и откажешься от глютена. И да, разумеется, анаврин — это, не поверите, нирвана только наоборот. Короче, ты ничего не знаешь о хранении скоропортящихся продуктов? Нет, но я быстро учусь. На эту должность очередь. К нам сюда часто заходят кастинг-директора, так что... О, я же не актер. Ну, ладно, давай я актерю твои документы и перезвоню тебе, как только станет известно. Ну, разумеется, документы... Секунду. Черт. Я был уверен, что взял их. Ты это читаешь? Перечитываю. И с каждым разом она становится актуальнее. Как это? Просто этот парень пытается разобраться с ошибками прошлого. Я не люблю политику, но мне кажется, что нашему миру конец, если мы не задумаемся о том, как нам стать лучше. Мне не верится, что тебе удалось. Что? Описать русский роман так, чтобы мне захотелось его прочитать. А, прости за вопрос. Ты не искал работу в книжном? Наш инновационный проект. Знаешь, скажу со всей этой историей с демократией, я думал, люди захотят читать русскую литературу, чтобы понять, что у них происходит. Но они боятся, понимаешь? Здесь, в общем, нечего бояться. Людской опыт, он универсален. Такое чувство, что моя душа взяла, да и опять вернулась в тело. Зачетно. Ты говоришь, как читатель. Может, потому что это мое любимое занятие. Читать и рекомендовать хорошие книги. Приступай завтра. Ладно. Ладно. Идеально. Поищем фартук. Новый фартук? Успех. Это, конечно, не книжный магазин Муни, но нет, кому нужен Сервантес, когда есть очищение чакр? Ральф Уолда Эмерсон? Нет. Меня ждет целая полка Акашийских хроник. Это будет сложнее, чем я думал, но сейчас для меня это единственное безопасное место. Здесь хотя бы будет меньше внимания людям и больше внимания книгам. Извините. Да? Чем помочь? Чем мне помочь? Да. Скажи-ка, книга Карла Юнга веганская? Если только она, то есть... Новенький, да? Да, твой фартук, он слишком свежий. В Лос-Анджелесе все ведут себя, будто они тут хозяева. Подловили моя первая неделя. Все книги делают из деревьев. Я уверен, что они веганские. Да я просто прикалываюсь, старичок. Порти! Кэллен. Привет. Ты сказал другому Уиллу, что у нас в кафе месячник писателей-веганов? Я обязательно его проинструктирую. Не сомневаюсь. Уилл, я думаю, что ты здесь у нас приживешься. Мне нравится твой имидж. Ты выглядишь таким начитанным. Кэлвин. А это... Родители форти, наши владельцы. Ну, ты понял. Черт, он, конечно, не психанул, но если вернется, а тут все не так... Я понял. Не волнуйся, Кэлвин. Присмотри за кассой. Привет. Да, я угадаю. Ураган Форти? Да. Да, точно. Не парься. Форти почти никогда никого не увольняет. Знаешь, некоторые будто играют в своем собственном кино. Так вот и его фильм об уморительном и непонятом гении, который работает с идиотами. Ясно. Смотрел такое. Что, у меня что-то в зубах? А, нет. Я хотела понять, о чем твой фильм. А, наверное, о том, как парень попадает в неприятности на работе из-за того, что отлынивает. Прости, мне пора. Но спасибо за все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!